МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, весть из полей нас интересует. Как там распутиться? Когда уже можно будет до Нелжа доехать? Что вы по этому поводу скажете? Или уже можно? Распутиться потихонечку проходит. Грузовой транспорт уже пустили по мосту. Так что я думаю, что в ближайшее время, 3-4 дня, и вполне можно будет проезжать в Нелжу. Да, наш любимый Нелжа доехать. Давайте поговорим о, наверное, в преддверии уже великого праздника, до которого осталось совсем немного времени, буквально 3-4 недели. День Победы. В Нелже есть очень много мероприятий, посвященных как раз этому празднику. У вас как? Да. Одна из основных программ, которая посвящена именно этому празднику, это программа «Особо важное задание». Программа нами очень любимая и, в общем-то, любимая нашими гостями. В этой программе дети не просто узнают патриотическую историю нашей России, великую историю нашей России. Они проходят программу, в которой погружаются, погружаются в формате, допустим, той темы, которую мы выбираем в том или ином году. В этом году выбрана тема «Битва за Воронеж», поскольку в этом году мы отмечаем как раз юбилейную дату. И дети становятся участниками разведотряда, отправляются в лес для прохождения тропы разведчика. Достаточно сложное испытание, которое, между прочим, не подвластно многим взрослым. Дальше их ждет интереснейшая сценарная игра «Лазертак». Сборка-разборка оружия. Наша замечательная экспозиция военной техники времен Великой Отечественной войны и времен конфликта в Афганистане. Ну и наш замечательный музей, где представлено и оружие, и личные вещи бойцов Красной Армии и воинов вермахта. А полевая кухня-то будет? Конечно, конечно. Самое главное, я до нее не дошел, поскольку в музее-то начинается, наверное, одно из самых важных. Почему и называется наша программа «Особо важное задание». Потому что для каждого ребенка, для каждого участника этой программы, то, что я думаю, что взрослым это тоже будет очень интересно и важно, они получают в результате и понимают, в чем заключается их особо важное задание. Помнить, помнить историю. А, кстати, интересно не только мальчикам прохождение практической части, девочкам тоже это будет интересно? Девочки самые активные на таких программах, потому что мальчишкам, у них есть возможность в детстве окунуться вот в этот, получается, быдок, такие сбойники, полазить по деревьям, что-то пособирать, где-то побывать. А девчонки, они же привыкли, что они в куколы играют, а здесь такой отрыв, такая возможность полазить, попрыгать, быть наравне с мальчишками, да иногда еще и сильнее, чем мальчишки. Да, они в восторге. А самой завершающей точкой как раз этой программы будет книжка. У нас на каждый год, да, по особой тематике наши замечательные гости получают интереснейшие книги, которые как раз им не позволят, да, забыть то, что было, и знать, что в будущем это нельзя допускать. Давайте как раз поговорим о смысловой нагрузке, потому что одно дело бегать, прыгать и... Просто резвиться. Да, резвиться, а другое дело все-таки понимать, о чем вообще речь, как вот здесь проходит разработка таких программ, и какую нагрузку именно смысловую даете детям. Они формируются с учетом того, что дается нашим деткам в школе, да. Мы очень активно сотрудничаем с образовательными, ну, с обычными школами, с частными школами, узнаем потребности именно те, которые помогают, да, продлить общепрозавательную программу, дальше чуть выйди за пределы школы. Поэтому эти потребности закрываются, закрываются тем, что мы погружаем детей в ту или иную ситуацию, да, которую нужно пережить, продумать, и потом уже вместе со своими педагогами, да, за пределами уже данных программ... Да, понять, да, произвести рефлексию, то есть прожить и сделать выводы. Это очень помогает, поэтому мы всегда стараемся, чтобы мы были неотделимы от общего вот этого процесса формирования ребенка. Ведь тоже патриотическое воспитание, оно же идет откуда? Из семьи, да, из учебных заведений, в которых они учатся, и через вот, как мы хотели бы, да, донести, что сами мы понимаем, что мы жители данного региона, данной страны через то, что... Через историю, да, через традиции. И еще очень важно в этой программе то, что, да, можно увидеть счастливых родителей, которые поучаствовали только что в активности, и как после музея происходит вот это внутреннее переосмысление того, что вообще они знали о Великой Отечественной войне. Потому что мы используем те сюжеты, которые, возможно, они не читали, не слышали и не знали. Есть такие замечательные слова, которые написаны в прекрасной книге, где медсестра, застав в воронке двух бойцов своего и фашиста, сказала, что не может быть двух сердец. Одно сердце для любви, одно для ненависти. У каждого человека сердце одно. Вот это, наверное, такой важный момент, который пытаемся мы раскрыть в наших программах. К праздникам 9 мая мы подготовили не только программу, особо важное задание, но и сам этот день будет очень интересен в Нилже. Это, конечно же, и концертные программы, это бесплатная полевая кухня, это много разных активностей, ну и вечерний наш традиционный салют. Май месяц у нас планируется насыщенный. Помимо программы особо важное задание, у нас на территории активно проводятся выпускные. Выпускные детские садики к нам приезжают, выпускные школы. Порядка 25 программ новых мы написали в этом году, для того, чтобы с размахом провести этот особенный приятный день. Каждый год удивлять и радовать называется. Спасибо вам, что были этим утром вместе с нами. Удачи вам и успехи. Напоминаем о том, как интересно и с пользой провести небольшое путешествие. Нам рассказывали Евгений Абрамов, директор семейного парка, автор проекта «Школа юного путешественника» Виктория Герасимова, заместитель руководителя, участник Ассоциации патриотических сил ЦФО и Енина Анучина, историк, ведущий специалист по развитию локального туризма. Оставайтесь с нами на телеканале ТВ Губерния.